Всем привет и это очень короткое видео о тримах и способах их крепления в Marvelous Designer. Откуда я обычно беру тримы? Обычно я беру тримы с официального сайта Cloud3D, иногда моделирую сама в блендере или зибраше. Вам нужно будет перейти по ссылке, нажать вкладку Store, Trim, выбрать самый не кринжовый и бесплатный Trim, щелкнуть на него и добавить в корзину. Не забудьте авторизоваться и в корзине просто нажмите на кнопочку PayPal. Затем можно скачивать Trim. Фаснинг Месу Цу. Глю. Этот метод крепления основной и отлично подходит для шнурков и завязок. В библиотеке выбираете Trim или импортируете свой, нажимаете на значок клея, приклеиваете к нужной части ткани, регулируете размер и вес. Включаете симуляцию и наслаждаетесь результатом. Фейк. Следующий метод крепления очень спорный. Раньше я его использовала, но сейчас пытаюсь избегать. Предположим, у нас есть две части ремня, которые нужно скрепить тримом. Для этого мы создаем еще один пресет. В пресетах выбираем Trim Full Grain Measure, создаем маленький прямоугольник, который будет скреплять две части нашего ремня. Затем в библиотеке выбираем Trim или импортируем свой. И точно так же, как в первом способе, приклеиваем его к маленькому кусочку ткани. Регулируем размер и вес. Пытаемся поместить всеми неправдами Trim в нужное место. У фейковой части убираем прозрачность в ноль. При экспортировании ее можно удалить. Настраиваем толщину ремней и делаем вид, что это все нормально выглядит. Из плюсов я могу отметить, что Trim все-таки движется с тканью и и это может быть полезно при анимации. Но при этом огромный минус, что отсутствует коллизия и ткань совершенно никак не реагирует на Trim. Коризион. Этот способ я считаю более правильным и в данное время использую его. Точно так же, как в первом и втором способе, выбираем Trim и приклеиваем его к нужной части. Регулируем его размер и помещаем на нужное место. Затем щелкаем правой кнопкой мыши, нажимаем on glue и включаем галочку коллизия. Коллизию я убираю в ноль. Также советую уменьшить коллизию и у ткани. Затем инструментом Box Mesh выделяем mesh и двигаем его на нужное место. Не забываем, что mesh должен быть с маленьким Particle Distance. Включаем симуляцию и наслаждаемся результатом. Из плюсов я могу отметить, что есть коллизия с тканью, а из минусов это, конечно же, отсутствие движения Trim. Будем ждать, когда разработчики совместят эти две функции. Какой же способ выбирать в итоге? Первый способ, он стандартный и подходит для наконечников, шнурков, завязок и тому подобное. Второй способ с фейковой тканью подходит для ремней, а также люверсов и подходит для анимации. А третий выбираю лично я, он подходит для любых недвижущихся объектов и я считаю его более правильным. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на Boosty, всем пока! О, блять, это сложный пиздец.